Здравствуйте! Вам не поднимите. У меня будет не столько доклад, сколько приглашение к обсуждению. Я хочу с вами обсудить сегодня Иммануила Канта, критику чистого разума, априорные формы. Время и пространство в качестве априорных форм. Там много чего можно обсуждать в связи с Кантом, в связи с его постановкой вопроса, трансцендентальной, в связи с его ответами. Много чего можно ему вменить в вину, и тут же его можно оправдать. Я недавно перечитывая трансцендентальную эстетику, первый раз перечитывая, я обнаружил, с удивлением, обнаружил, что никак не могу согласиться с тем, что там происходит. Ну, опуская детали и заранее извиняюсь за, может быть, какой-то не совсем внятный пересказ и изложение, это достаточно классическая тема. Кант говорит нам о следующем. То есть не Кант извиняется, я извиняюсь, а Кант говорит о том, что предварительно он различает, то есть он хочет построить науку, он хочет понять, каким образом возможны суждения, в том числе, каким образом возможны априорные суждения. Суждения не основаны в опыте, которые как бы возникают до опыта, логически до опыта. Для этого, ну, и они могут быть разные, они могут быть при этом чистыми, ну, или нечистыми, то есть совершенно как бы не связаны быть с опытом или связанными. Вот. Он вводит развлечения аналитических, синтетических суждений, вот, и подходит вот к трансценитальной эстетике. Он обнаруживает, что вот априорные, такие априорные суждения, или априорные формы, они есть не только, скажем так, в метафизических построениях, но они присутствуют и в созерцании. Вот. И поэтому у него критика чистого разума фактически начинается с трансценитальной эстетики, с созерцания и того, того априорного, скажем так, содержания, которое в нем присутствует. Он обнаруживает, что в созерцании пространство является априорной формой и время является априорной формой всего. Не только, как бы, созерцание, но и, там, мышление и так далее. Вот. То есть вот это две априорные формы. И что это значит? Это значит, что мы, созерцая, всякий раз созерцаем что-то в пространстве и во времени, и при этом мы не можем сказать, что это пространство или время являются, ну, сущностно, принадлежат вот этим объектам, предметам, поскольку это априорные формы, они скорее наше, как бы, детище. Мы привнесли их в явление. В общем, как бы, явления являются нам в этих формах и никак иначе. И никаких оснований считать, что вещи сами по себе каким-то образом пространственны вот, или каким-то образом временны у нас нет. Вот. Очень простое, простая ситуация с одной стороны. Может быть, как бы, я ее упростил в изложении где-то, как бы, так сказать, спрямил углы. Вот. И ошибаюсь. Я, как бы, это признаю, но проблема не в этом. Проблема, то есть, та проблема, которую я хочу поставить, она, как бы, от этого не исчезнет. Меня все устраивало в этом построении, ну, как возможном построении, естественно, да, можно по-разному же мыслить. Вот. До той поры, пока я не задумался, ну, хорошо. Вот, вот есть какой-то предмет и мы говорим, что наша априорная форма пространственности позволяет нам созерцать его пространственным в пространстве. Все вроде понятно. То есть, форма, она проста, она вот сообщает ему пространство. но у нас же в опыте встречаются в созерцании множества предметов. Вот. И их пространственность это не просто как бы, ну, как какой-то вот, как маркет, как какое-то свойство, которым они теперь помечены. Вот. Их отношения между собой носят пространственную структуру. Мы как бы не просто имеем пространственные предметы, мы имеем пространство как систему содержательных отношений. то есть вещи относительно друг друга пространственно определены. Ну, я как бы в этом пункте как-то косвенно возвращаюсь к тому, к своим определениям там, пространства и времени. Но я не для того, чтобы как бы утянуть канта на свою почву, а я сейчас обращаюсь непосредственно к опыту. Вот. В опыте мы встречаем не просто пространственность как таковую, да, или протяженность, а определенную протяженность. Вот эта вещь, она имеет одну протяженность, Другая вещь имеет другую протяженность, и даже не обязательно говорить про это как про какие-то количества, можно просто как качество, что-то ближе, что-то дальше, какие-то вещи рядом друг к другу, какие-то нет. Я настаиваю на том и обращаю ваше внимание, что эта структура пространственная, она содержательна, что она не может быть выведена ни из какого формального принципа, она в принципе не может проистекать из какой-то чистой формы. Ну вот представьте себе, каким образом сознание наше могло бы придать пространство в смысле какого-то маркера, в смысле какой-то помеченности, но каким образом оно могло бы расставить все эти вещи, пусть они встретились нашему сознанию, пусть они пришли к нему, ничего не зная о пространстве, и были помещены им в пространство. За спиной нашего сознания, пусть это произошло, но вопрос, как это могло произойти, собственно, трансцендентальная постановка вопроса, Кантовский, все тот же вопрос. Каким образом оно могло не просто поместить их в пространство, но поместить их так, а не иначе? На чем должна основываться деятельность вот этой нашей формы, чтобы содержательно их разместить? То же самое со временем. Каким образом, так сказать, работа нашего сознания приводит к тому, что что-то оказывается раньше, а что-то позже? Вот, не говоря уже о том, что это в конце концов оказывается просто, так сказать, произволом каким-то наделением бытием одного и лишением бытия другого. Но, опустим этот момент, важный для времени, но опустим его. Просто представим себе, что это есть такая безопасная процедура распределения по какой-то шкале временной вещей. Безотносительно того, что здесь решается вопрос об их бытии. Забыли об этом. Просто на основании чего мы, ну не мы, да, а вот это сознание, да, сможет это сделать. Это неформальный вопрос, это вопрос содержательный. Если бы вещи сами по себе были индифферентны к этим формам, формам пространства и формам времени, не за что было бы уцепиться, не было бы какой-то... То есть это был бы чистый произвол. Но даже чистый произвол, как бы, ну как себе представить чистый произвол? Он же как бы происходит всегда как-то, то есть как вот так он свершается. Понимаете? Еще раз говорю, вот под основой этого вопроса состоит в том, что на самом деле необходимо мыслить некое реальное пространство и реальное время для того, чтобы можно было бы потом это мыслить так же и субъективно. Да нет, не в этом дело. Под основой вопрос в чем состоит? Да, под основой вопроса, что такое построение, безотносительно того, что хотелось бы мыслить, да, как иначе мыслить, вот такое построение в себе содержит противоречия. В нем формы, вот это априорные формы, они оказываются не просто формами, они оказываются как бы формами, которые производят какую-то содержательную работу. ну, то есть представь себе, если бы у тебя, ну это как бы далекая аналогия, но если бы у тебя как бы все вещи были лишены цвета, и ты бы решил их раскрасить, да, вот. на основании чего ты как бы стал бы красить одно в один цвет, а другое в другой, если они, в принципе, как бы индифферентны к этому, к этой характеристике, там, не знаю. Ну, потому что, согласно Кату, вещь, в нашем созерцании, она есть результат взаимодействия чего-то, что приходит со стороны мира и чего-то, что приходит со стороны нашей субъективности. Все понятно. С одной стороны, эта субъективность приносит свое. Так вот, что свое? Этому не можем объяснить. Нет, он же говорит, что мы в созерцании, мы обнаружили, что это. Он говорит, я понимаю, что это как раз и есть проблема, да, что он выделил эти формы, как будто бы, да, и тем самым сам себя поставил в тупик, потому что если они выделены, значит все остальное вроде как в чистом виде, так сказать, неоформленная вещь. Ну, может быть, я говорю и об этом, да, то есть можно и так в сумме этот вопрос, но я просто заостряю внимание только на одном моменте, на том, что вот эта пространственность мира не есть формальный момент, скажем так, не есть только формальный момент, а есть и содержательный момент. То есть вот структура мира, ее пространственности, она содержательна. Она обладает богатством, богатством, как бы, вот отношений, нюансов, которые невозможно, как бы, выдумать. Ну, Канг это форма, там, противоположная материя. Так вот, ну... Не форма содержания. Я понимаю. А форма материя, ну форма-то, как противоположная материя. Она как раз все нюансы структуры содержит. Ну да, ну просто получается примерно так, да, чтобы вот как бы, чтобы все, как говорит Канг, произошло, у нас должно быть не просто понятие пространства или форма вот этого пространства, а у нас должна быть такая форма, которая, как бы, ну, содержит в себе заготовленные места для каждой вещи. Ну, понимаете, то есть просто вот каждая вещь, которая заступит в наше восприятие, для нее же как бы приготовлено место. Здесь есть один тонкий момент, как я слушал. Ты предполагаешь, что есть вещь еще, как бы, сама по себе, вот она, вещь, которую мы видим в пространстве. Так вот, мы, у нас нет вещи без пространства. То есть вещи протяженные без пространства нет. Я понимаю, да. И поэтому, когда мы ее выделили для себя как вещь, она уже подразумевает, что пространство, как бы, наше... С одной вещью нет проблем. Вот пространственность вещи и ее данность в пространстве нет проблем. Он говорит об этом. Нет, так разность... То есть какая разница между того, что я вижу вот стол, вот, у него есть габариты, да, цены, и то, что я сейчас разделю на две половинки. Будет две вещи. Да, но есть разница, есть маленький, есть маленький стол, а есть большой. И их различия, вот они могут быть, они могут быть во всех остальных определенностях, тождественные, да, ну, можно маленькая копия и большая, да, сделать просто одинаковые, там, не знаю, стол, да, но один будет маленький, а другой в два раза больше, его копия. Их различия чисто пространственные. Вот. При этом, как бы, каким образом, каким образом... Я понимаю, я понимаю, в чем смысл, что, ну, я думаю, что, если понимать, наверное, так вот, немножко антологически, что есть нечто, нечто, вещь в себе маленький стол, вещь в себе большой стол, они в чем-то там различены, но не в пространстве они различены. Но, нет, понимаете, что дело... Есть некое... А как в нашем восприятии, в нашем восприятии, они различены пространством. То есть, то, как... Вот, то различие, которое мы видим, как маленькое и большое, оно, может быть, только в пространстве дано. Ну, это, ну, хорошо, да, но мы можем говорить, что там они различены в чем-то другом, но мы все равно видим, что важная мысль здесь еще в том, что форма, да, она, как бы, работает как... Гомогенно содержание, да. Она гомогенно содержание, и она работает, как, знаете, как отсеивает, да, вот, проходит через эту форму что-то, прошло, а вот это не проходит, значит, его надо как-то там... Вот, и это всегда, вот, подобного, вот, точки зрения, как говорится, когда ты пытаешься мыслить вещи в себе, как некую сущность самостоятельная. А у тебя от вопроса таким даже задаться не можешь, у тебя всякий раз уже есть и маленький стол, и большой стол, понимаешь? Ну, хорошо. Поэтому ты не можешь даже сказать, чем они до этого отличались, потому что вещи в себе нет. Хорошо, где здесь я тогда, ну, вот, я не в смысле как грамотный философ, а как вот в смысле критики чистого разума, да, не как Гиггель, а как Кант. Да, Фома Шара делает Медмини. Нет, давайте все-таки, действительно, по словам вопрос такая, у Канта все-таки вещи сама по себе, вещи в себе есть, поэтому не можем как бы ставить вопрос, что нету Канта в себе. Нет, ну, он вообще, как бы, я специально обращал на это внимание, он не стесняясь, как бы, там, раз, пять или шесть, говорит про вещи в себе. То есть разговоры про то, что вот, как бы, про нее говорить нельзя, ее нет, он говорит, мы можем мыслить ее. Мы не можем ее воспринимать, но мы можем мыслить вещь себе. Это как гипотеза, которая... Нет, как понятие, как идея, она есть, она есть, как бы, как, как, некая, как бы, некий полюс мысли, там, я не знаю, да, некий полюс в структуре. Которая, да, что мы должны помыслить что-то вне априорной формы. Можем помыслить. Ну, отлично, ну, отлично, но пытаться, по всякий раз, у тебя есть большой... Нет, я к тому, хорошо, пусть, как бы, забудем про вещи в себе. Просто тогда вопрос, ну, я, 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 я к тому... Как мы можем мыслить вещь в себе, не мыслить ее в гомогенной форме? Да, да. Ну, можем. В этом нет проблемы. То есть, если мы можем мыслить о себе, мы можем мыслить ее в гомогенной форме. Нет, ну, если она гомогенна в форме, то тогда форма, как бы... То есть, почему вещь себе не сопротивляется нашей форме, так что? Ну, нет, почему она... Почему она... Нет, 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 почему наша форма содержательна? Вот о чем я говорю. Посмотрите, вот одно дело, одно дело... Одно дело, просто, как бы, всех поместили в пространство, и все. А другое дело, и как-то расположили, да, Кого-то сделали большим, кого-то маленьким. А уж во времени, я говорю, я вообще молчу. Во времени, когда... Нет, представьте... Ну, а человек рисует мультфильм. Он располагает пространство мультиперсонажа. Они там как-то пространство двигаются, их взаимосвязываются. Что проблема? А во времени? И во времени, вот, как ты... Представь себе, вот... Нет, ну, представь, вот мультфильм, чистая виртуальная реальность. Почему там, как-то проблема состоит в том, чтобы нарисовать мультфильм, все расположить в пространстве и во времени, и они там функционируют? Ну, потому что... Потому что... В этой ситуации, да, ты выступаешь, как бы, как создатель происходящего. Ты же... В какой-то смысле здесь та же ситуация. Ты как такой же создатель, для тебя как крутится некий мультфильм. Ну, нет. Ну, вот это интересный вопрос. Потому что я, может быть, ошибочно, да, читая канта, понимал так, что вот, да, есть априорные формы, но они именно, как бы, должны быть формальными. То есть, они должны... Нейтральными относительно содержания, да? Да, нейтральными относительно содержания. То есть, они, как бы, привносят себя. Но не более того. То есть, они привносят, как бы, некий принцип, да? Формальный принцип. привносят определенные онтологические характеристики, пространственность, временность. Но они не занимаются тем, что произвольно, не просто оформляют мир, а просто его... Здесь, понимаешь, действительно, в какой-то проблеме... Это отчасти вопрос к Валя тоже здесь близко. Потому что содержание всегда на стороне вещи, объекта, всегда на стороне объекта. И это содержание нам дано в двух... Мы можем различать. Здесь, кстати, я обращаю внимание. Я ведь специально замечаю, что содержательная пространственная форма. То есть, допустим, пространственное отношение двух вещей, это не есть, не принадлежит ни одной из них. Термологический вопрос. Мы его как-то уже затрагивали. Здесь слово форма, априорная форма, не есть та форма, которая форма вещи. Это две важные понятия. Я бы сказал, что это априорная возможность, это основание, но это не форма. То есть, пространство это не форма. Это просто нужно посмотреть в перевод. Нет, ну там у него так и написано. Это способ видения. Форма мы иногда используем в двух смыслах. Форма как очертание и форма как способ данности. Это форма способ данности. Так вот, форма как содержание, содержательное что-то, длина, размеры, расстояние, оно всегда на стороне объектов. А объекты даны нам, ну не формы же, даны либо пространственной, либо временной. И на стороне пространства и времени нет никакого содержания. Так вот, я как раз говорю, что это не так. Потому что меня не интересуют объекты, меня не интересуют предметы. Меня интересует сейчас только отношение между ними. А это уже объекты. Отношение между объектами. Нет, когда я беру два объекта, я рассматриваю. Вот я же говорю, простой. Я могу рассматривать, какая тут объекта, разделю пополам. Это будет тоже один объект. Нет никакой другой пространственности, кроме отношения вот этого вот между двумя объектами. Их как бы соотнесенности, на мой взгляд. И это и есть пространство. Если я возьму два банана и два яблока, разнесенные на одинаковое расстояние. Да. То есть пространственность нам даст вот это расстояние, но оно не объект, это расстояние. Да, вот я и говорю. И поэтому содержание просто нету здесь содержания. Содержание есть, потому что оно может быть таким расстоянием, может быть другим. А если мы три яблока поставим, то может быть треугольник, может быть... Ну, понимаете, берем кристалл, вот такой-то... Да, но кристалл, но это не объект. Понимаете, в чем дело? Еще раз. Я и говорю, содержательная пространственная структура. Содержательная временная структура. Что-то следует за чем-то. Потому что мы точно, если что-то следует за чем-то, это не объект. Да, понимаете? Это просто структура. Структура – это объект. Если мы что-то различили, чисто различили... Это объект, но это не предмет. Поясс 39ственный, мы как-то с вами спорили, я говорил, что пространство пустое, имеет структуру. А вы говорили, что не имеет структуру. lavatuticantheid сказать, что имеет. Я говорю, что есть структура, но это не структура пространства, это структура вещей. Она не может прилипать ни одной вещи, ни другой, потому что... А не между ними, понимаете? То есть, кремление пространства, это структура пространства. Почему она? Структура вещей. Структура вещей. Почему она не принадлежит? Она вещам себе не принадлежит, но вещам не принадлежит. Сама структура может быть дана только в пространстве. Пространство приорно существует. Если мы не вводим понятие пространства, мы не можем в этой структуре. Но само пространство, оно пустое, то есть оно не содержательно. Для того, чтобы выделить структуру, нужно прежде всего выделить вот эти точки. Без выделения этих точек мы не можем... Это общественный разговор, к которому мы уже заходили. На самом деле, пространство имеет ли само по себе структуру без вещей? Не имеет. Или конфигурация вещей задает структуру пространства? Ну, непонятно. Но этот разговор... Ну, как бы там ни было... Не в том смысле, что сферы, прямые точки... А в том смысле, что оно трехмерное и непрерывное. Ну... Ты опять упрощаешь, да? Ты как бы говоришь про чистое пространство. Вот оно непрерывное, а оно трехмерное. Ну, прекрасно. А как же дальше вещи-то распределить в нем? Надо понимать... Как они в нем умещаются? Почему они находят свое место? Потому что ты опять пытаешься стартануть вещи в себе. А ты должен вещь в себе получать, исходя из вещей. И когда ты видишь перед собой вещь, у тебя не возникает проблема, почему они расположены так, а не иначе. Потому что они расположены. Вот они расположены. Одна имеет форму шара, вторая форма колонны, третья форма колонны. Кант как раз задает вопрос, что есть какой-то мир сам по себе, без нас. А потом приходит исследователь, глаза открывает и видит другое явление. Но это же мир чисто мыслимый. А мыслимый, мыслимый. Но я тоже так же и мыслимый. А ты предлагаешь, что есть феноменология. А ты предлагаешь, что есть феноменология. И под эту феноменологию можно подложить задний план, что там какие-то вещи в себе есть. Ты обратную задачу ставишь. А тут прямая задача. Есть некий мир сам по себе. У него возник человек. Этот человек видит этот мир в специфич себе. В какой-то субъективной перспективе. А Бог видит вещи сами по себе? Да, а Бог видит вещи сами по себе. А человек задумывается, что человек это так? Именно так вот. Я так говорю, что идти надо от человека, а не Бога. Нет, просто вот интересно. Если это пространство временное размещение вещей, нахождение для них места, является именно произволом, как Булат сказал? Нет, не произволом. Хорошо, а чем тогда? То есть, если вещь уже содержит в себе какой-то крылья, если она при этом оформлении, при просе имени, как-то реагирует на это оформление, то есть, к ней прилагают форму, и она, форма приложенная к этой вещи, она как бы дает одно, форму приложенная к другой вещи дает другое. Вот они встали на разные места или в разное время. Тогда можно не называть те свойства, которые есть у тех вещей как бы в себе, да? Вот. Временностью или пространством, но тем не менее там есть крыльят. Понимаете? Проблема в чем? Канджи вводит эти формы, зачем априорные? Чтобы сказать, что почему нам удается познавать мир? Да потому что как бы все формы наши, понимаете? Все формы наши, никакого королята там нет. И вот если есть королят, то надо объяснять, почему есть совпадение. Постановка задач в чем немножко как бы... Некорректно? Не то что ошибка, а не корректно. Дело в том, что правильно говорить на самом деле, но я всегда это говорил, но почему-то со мной спорят, не вещи в себе, а мир в себе. Мы не знаем, как там мир устроен без пространства и времени. Там нет различений на какие-то отдельные объекты и вещи. А есть какая-то целостность, куда мы всовываем эти формы свои, и уже возникает в виде вещей только явление. Тем более, тем более. То есть, картом мир у кого-то... Одно дело... Понимаете? Я-то все время думал, что эта форма, она проста. Есть форма пространственности. Вот как Игорь говорит, форма пространственности может быть даже трехмерная, но это уже очень большое богатство на самом деле. Ну пусть будет, да. Пусть будет там ради второго закона, то есть ради гравитационного закона и кулоновского закона, пусть будет трехмерных. Вот. Но когда эта форма оказывается гораздо богаче, когда она как бы уже заранее предполагает... То есть, когда она может мир высветить в его содержательном многообразии, вот этот вот был как бы мир, неизвестно какой, да. То есть, как бы непонятно, неделимый там или неделимый. Вот. Ничего они не знают. И вдруг возникает после оформления вот такое как бы содержательное многообразие. Так вот это содержание, различие там, множество цветов, множество... Я не говорю даже про это, потому что это все может быть отнесет именно на сторону вещи. Но вот множество положений, да, и их как бы соотнесенность, и множество времен и их соотнесенность. Вот откуда это берется? Мне кажется, что считать, что это идет от сознания, это уже перебор, да. Это как бы считать, что сознание просто порождает мир. Потому что что еще в мире есть, кроме этого содержания? Вот. Здесь очень важный момент, который, на мой взгляд, часто путают у Канта, это соотнесенность врожденности и априорности. Мы начинали говорить. Здесь нужно, во-первых, понимать, что есть акт восприятия, конкретный акт... В конкретном акте, в конкретном. Нет. Так вот, и есть гегазис этого. То есть, когда ребенок рождается, когда только начинает формироваться сознание, там вполне возможно у него и нет времени, и нет пространства. Все это формируется. То есть, и поэтому априорность в том плане, что мы уже готовы воспринять. То есть, мы не познаем пространство вот в данный момент, а оно уже заложено. То есть, те формы, которые мы можем воспринять, они уже у нас заложены. А вот как они закладываются, это другой совершенно вопрос. И вся сложность, скажем так, вся сложность, которую мы можем различить... Вот, допустим, мы говорим, есть некий прибор, у него различающая способность, да, и он сможет различить только ту сложность, согласно его разрешающей способности. И если он не будет различать только во время и не в пространстве... Ну понятно. Но различия, это вот эти сами различия, должны быть уже в мире, понимаете, чтобы их различать. Невозможно различия на ровном месте. Да, да. Различия есть в мире, но эти различия не пространственные и не временные. А не просто различия. И когда мы говорим, а как они стали пространственными? А как мы стали... Когда у прибора есть три, системы измерения, да, мы суём в этот мир, и он измеряет три пространства. Было бы две, он измерял бы только по две. Но так вот, так не бывает. Вот если, допустим, там было семимерное пространство, я понимаю, и мы могли бы его, действительно, таким грубым прибором превратить в семимерное. А там нет грубого пространства. Там нет времени пространства. Ну попробуйте цвет превратить в пространство, допустим. Можете? Вообще не нужно. Ну вот это как пример, как пример превращения одного в другое. Давайте как бы модель, которую я придерживаюсь, потому что... На самом деле, есть два пространства, естественно. Одно пространство реальное, оно какое-то там непонятно какое, а другое пространство, то пространство, которое мы проектируем мир. То есть, их на самом деле два. И действительно, когда Кант ведь говорит о том, что это некая чистая форма, но она и есть чистая форма, она некое наше пространство, уважаемое. То есть, математическое, физическое? Ну, оно в разные времена разное, да? Но я бы не использовал все-таки пространство, чтобы не путаться... А вот реальное пространство, какое оно? Мы, конечно, никогда ее не узнаем. Не пространство, а наполненность. Тем не менее, оно пространство. Мы понимаем, что там есть какие-то различия. Это отношение к пространству. Можем ли мы сказать, что это? Если мы говорим, что у нас в сознании есть время и пространство, там не то различие. Там просто пространство в состоянии. но понимаете в чем дело вот что удивительно да что наша форма что наша форма в этом случае она как-то подходитесь на гомогенно да как вы выражаетесь вот той собственной форме или тем различием которые есть ну как нет но представьте себе там есть на самом деле известные ошибки пространственного видения специальные тесты там смотришь там кажется что на самом деле наше пространство которое вот является как бы априорным но речь идет не о том а какой он такое или другое как оно вообще возможно такое перейти к практике это да лучше лучше материализм тогда это одно и то же давайте чтобы поискнуть воспроизведу свою а ты мне будешь нарисовать аллегорию стена значит есть стена на ней испрещена с трещинами вот это вот то пространство о котором говорит блат ту реальная вот так и все все что угодно там и человек смотрит и видит скажем бабочку бабочка там есть в том пространстве так вот в том то и проблема что ему нужно как бы иметь ему иметь не просто как бы формальный форму да как форму пространство ему нужно иметь содержание бабочку так откуда вот я против того чтобы содержание было в сознании понимаете это же бред если у нас сознание не просто формы но и содержание то тогда как бы извините так и структура да да пространство и время пусты так вот я говорю он говорит про пространство и время я здесь сейчас говорю тоже только про пространство и время что хотя бы что хотя бы для них они должны быть пусты и вот как играет просто пространственность и временность они оказываются понять да 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 наконец-то как бы пробился не дело то что просто априорной форме это понятие понятия без как бы этого предмета пусты да а предметы без понятия как я не дочитал до этого но должно было быть понимаете неважно аналогии между понятиями и созерцаниями формы должны присутствует пусты и в смысле как бы простоты их смысле их как бы без содержательных в смысле их ну я думаю что вот здесь на самом-собое содержание саму вот пространственности самой красности никакого но пространственная структура которая возникает она содержать а темно да все правильно я вижу чертами бабочки она содержать бабочку я не знаю никакой бабочки опять вопросы когда когда человек не знает никакой бабочки он там не увидит бабочку вот не увидит на то есть воспитание образование так откуда воспитание то возьмется если я никогда не видел я я никогда не вижу понимаете а первые тогда люди вот первые но у платона же известная проблема и он говорит что мы где-то там в небесах если мы что-то не различаем это не различим никогда понимаете вот и все естественно что лягушка не различает комара от ухи но у нее есть различение мелкой движущей естественно эволюционно постепенно нет если человек слепой он не будет видеть понимаете вот представьте мы допустим слепы и нам пытаются объяснить про как бы про различие цветов вот вот эта ситуация мы слепые а нам пытаются объяснить про различие цветов а у нас есть а у нас есть понятие а громкости звука и мы начинаем как бы и что мы получим ничего вот вот и я говорю если там есть свои какие-то различия а мы прилагаем свою пространственную форму вот и если эти вещи они не пространственные по своей природе не содержит там никакого корреля там мы ничего не получим они просто они просто свалятся как бы вот просто они будут просто все пространственные мы просто будем говорить что вещь есть вещь в протяжении говорит что вы все мы скажем то что сказал декабрь вещь есть вещь протяженная все . но мы не получим пространство как структуры пространство как структура заложено человек если он не увидит заложено ну вот вы сейчас не проходит генезис вот я не могу различить то что в чем нет формы не смогу с нет понятия а это отдельная история это проблема большая проблема но данный момент мы говорим о текущем состоянии естественно все понимаем что наши знания наши формы наша способность разрешения изменилась сильно за последние тысячелетия просто новации там и все прочее они бы очень просто возникали если бы у нас допустим даже сохранение форм если у нас были действительно чистые и простые формы ну допустим как вот логика логика прекрасный пример форм чистой формы в своей простоте законы этого исключения третьего там закон о достаточном основании никуда ничего не движется на протяжении многих лет чистые формы вот мы мысли в них все что угодно любое содержание входит в эти формы и выходит из него вот ну не знаю там были они или нет данного но важно когда нет но важно чтобы все будет нет но важно что важно что эти формы они совершенно как бы отделимы от содержания они своей чистоте они настоящие формы а пространство и время извините вот они оказываются невозможно просто как бы то есть просто сделать пространственными и временными вещи не достаточно они еще должны как бы друг относительно друга получить пространственную временную определенность вот это и это определенность сама утверждение пространственности уже вносит некую определенность не только относительно вещи самой по себе нет нет вот как расскажите мне как это как размеры ту вещь если нам нет он имеет ввиду что вы пытаетесь как бы однако вот одна вещь перед вами не важно от всего остального контекста отвлеклись а представьте что весь мир как-то и вы везде ходите и все-все что самостоятельно согласован это и в этом и странно странности хорошо вы не видите кто видит еще вот что содержание которое нам дано все пространственно она естественно каким-то образом вопрос именно в том каким каким образом она там существует каким образом она стала здесь существовать каким образом она здесь стала так что наша наша существует потому что она там ну хорошо но наша форма в этом случае ты понимаешь да она не является чистой пустой ты согласны с этим над таком простом утверждение чистый пустой как ему просто как просто ну вот объясни объясни мне как чистая пустая форму пора делает меня могу объяснить как это у канта предполагает что все это как мотив математике зрение чистой формы математик это произвол понимаешь там сибор и как бы никак так а тогда там было математикой понималось там очень просто никакого производства не было этом трехмерные пространстве ну это понятно да кто не по-другому не понимаю по невозможно состоит что они соответствуют воспользоваться он понимает как мотивuming в coaching вообще другом стоит почему мы видим одинаково вот всем проблема то есть а не почему мы видим вот вот это содержание то что за то что мы должны были бы видеть по разному если что-то если если я если я как субъект привношу форму и но почему не можем сравнить как если вы живете в разных а ты в одном вы точно живете в разных здесь скорее все таки проблема слои форма мне кажется просто очень наивно полагать что мы это как против вот такого субъективизма выступают против того что каждый в своем мире что мы способны вот как бы поддерживать не просто наделять а поддерживать вот всю эту содержательность мира как бы из себя ее извлекать и порождать чтобы способны как бы вот все это многообразие и богатство до породить из себя если мы возьмем коробочки посчитаем количество нейронов и связи мы получим но дело не в количестве а дело в том что в принципе как можно придумать качество понимаете как можно придумать вот как бы не все придумать нельзя но в любом случае я придерживаюсь что мир который я изучаю мир который я вижу сложность его тождественной моей сложности это понятно развиваетесь и сложность мир изначально сложен значит мир то есть тот мир бесконечно сложен да тот мир который есть на самом деле бесконечно сложен а мой мир конечно сложен и его как а не высекает из него его сложность то что честь свой трафарет вот снова своего трафарета и формирует сложность моего мира естественно что сколько раз оговорил сложность мира это не порядок больше чем сложность мира дворника ну так условно в кавычках говоря и это говорит что значит что то можно различить благодаря своей сложности но откуда я ее приобрел это другой вопрос этот трафарет и есть нечто априор просто я к чему это значит что что вот если вещи в нашем восприятии вот в моем восприятии пространственно различены это значит что они в принципе там в принципе как-то различен и пространство не Но они различны. Разные сущности. Они различны. Это значит, что я узнал что-то о них настоящее. Понимаете? Что-то да. Это реальное различие. Это не мое различие. Не я привнес его. Мы привносим окраску этого различия. Допустим так, что у нас есть две сущности. Две сущности. Они различны. И в некоторой ситуации я могу различить во времени, а в другой ситуации я могу различить их в пространстве. В некоторой ситуации я их различу. Один человек не найдет различия и скажет одно и то же. А другой человек найдет различия и развeчит их. Что мы различаем, зависит от нас. Сама различенность задана. Сам факт различенности. Он имеет в виду, что по определению по основному при вопросу к Кангам вещи сами по себе нами не познавали. А тут это стояник. А получается, на самом деле, что из того, что мы знаем, что пространство и время являются нашими субъективными формами, мы уже что-то можем сказать о вещах с вами поселения. И из этого следует, что мы не можем, на самом деле, даже если существуют такие априорные формы созерцания, мы не можем высказать, что это такое. Если вопрос вставить так, что мы не можем сказать, что мы привносим в мир, и что конкретно, какой наш трафалет, как мы это вырезаем, как из того, что есть, из мира самого по себе создаем вот это явление, в котором мы созерцаем. Тогда на самом деле, что понятие вещей во себе всего лишь фигура речи. Тогда как бы все сложилось. Но у Канта это не так. У Канта как бы здесь противоречит. Понимаешь, если понятие вещи в себе всего лишь фигура речи, то и природная форма тоже фигура речи. Потому что вся форма мира, которая перед нами есть, есть все природная форма. Даже Гегель говорит о вещах в себе у Канта. И именно в том смысле, что они сами по себе вне субъективности. Понимаешь, как правильно, что нельзя слово «вечи» потреблять. Потому что тогда ты берешь весь мир и все его формально создаем. Мы же речи, то, что нам уже достаточно. Все качества, цвета, количества, все. Мы же это все природная форма мира с антиномией Канта. Они возникают от того, что мы пытаемся понятие нашего мира при местах, вещам в себе, скажем. То, что мы не можем быть. Вот это тоже и находишь еще одну антиномию. Если вещи не фигура речи, а что-то существующее, то тогда там возможно подобного рода антиномии. С одной стороны, они совсем не лишены пространственности, поскольку пространство целиком в нашей стране. Но с другой стороны, на ней пространственности должны быть целиком подобные. Вот да, молодец, еще одну антиномию нашли. На самом деле, что самое смешное, это он таким образом объясняет антиномию. Ну и одну из антиномий он так объясняет, наоборот. Он разрешил антиномию свою разрешить. Но он про пространство говорит, что оно эмпирически реально, но трансцендентально идеально. Вот он говорит, что. Он именно когда говорит о том, как бы, я не помню, какую конкретно там антиномию, он где-то говорит, вот есть антиномия, решить невозможно. Но возможно, но если мы примем на самом деле, что пространство это только формы, чувство, тогда все разрешается, все антиномия исчезнет. Именно это способ разрешения антиномии, наоборот, а не новая антиномия. Нет, нет, это и разрешение, и неразрешение просто. Ну, у него действительно, когда же, по всей виду, все речь идет об антиномии, что пространство, что все антиномия исчезнет. Нет, а вот так, например, так, а есть ли начало во времени или пространстве, или нет? В мире либо конечен, либо бесконечен. Да, и он объясняет это именно тем, что пространство, во время, это субъективные формы, поэтому как бы вопрос снимается. Потому что не времени, это мир существует, и пространство. И поэтому, там говорить о начале, это бессмысленно. Потому что пространство и время, как бы, они находятся на нашей стороне, как ты говоришь. Просто, вот время, допустим, время, что это? Это есть упорядоченность, упорядоченность, там, явлений и так далее. Да, 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 думали. Но это упорядоченность внутренняя болезненность. Может быть, и таким образом, скажешь, что содержание, оно, естественно, не на нашей стороне. Развлеченность. Развлеченность, порядочность. Но форма, форма, представление. Так бы хотелось, да. Так же, в содержании, вы вещи себе постигаете, как они есть? Нет, мы постигаем в форме, в форму только. Нет, это как-то же, как получается, что вот эти пространства и время полностью от нас загораживают вещи себе. Здесь мы ничего о них не знаем. Ну, смотрите, мы ничего не знаем о вещах себе. Терминология, мы не можем, очень сложно выбрать слова. Но явление мы воспринимаем во времени. Понимаете? И пространстве. И пространстве. И пространстве. Или во времени. Некая сложность, сложность некоторая есть, о которой мы ничего не можем сказать, привносится извне. А оформляем эту сложность мы согласно априорным нашим формам. То, чему мы научились. То, что мы можем различать. Ну, как же они тогда априорны, если они получены из опыта? Нет. Они априорны в конкретном акте. Они получены... То есть... Это априорно-зажительное. Ну, конкретно пространство и время он говорит, что они как бы... Нет, они у него все-таки у Ханта совсем не работают. Они совсем... Потому что у них есть чистая форма. То есть их совершенно не так... Бесконечная деятельность... Ну, логика, например. Все понятия. Ничего вам потом выявить не может. Ну, чистые пространства и все понятия. Ты согласен с тем, что чистота логической формы, логических формальных логики, она иная, нежели чистота вот этих пространственных форм и временных? И их действие, оно все-таки разнится. Вот любое содержание вступает в логику и выходит из нее. Ну, согласен. И логика ничего не добавляет и никак не оформляет. Я сам себя не понимаю. Логика никогда не говорит, вот это положение ложное, а вот это... А это как бы истина. Никогда. Она только следование обозначает. Понимаете? Я всегда же сам говорил. А пространство? А помешаю, которое делает медмедию. Вот. А каким образом, как бы? В медмедии-то нет того, как это было раньше. Тогда... Если вы внесли что-то в пространство и вынесли из пространства, ничего не изменилось. Оно не говорит... Скажем даже так, что если у меня галлюцинация пространственная, то созерцание нечто в пространстве, оно говорит только, где я, и некую форму. Но не говорит, действительно, истина это есть или нет, или это моя галлюцинация. Нет, ну и нет именно того. Ну, так же, если я в логику и вынесли из логики. Мы ничего не можем сказать об истинности суждения, точно так же ничего не можем сказать о действительности суждения этой формы. В случае пространства, она говорит не про действительность, а про пространственность. В логике истинность, а там пространственность, понимаете? Поэтому там как бы пространственность возникает, как близость, дальность там относительно всех предметов, понимаете? она как бы она пространственная форма с материи что-то делать вот а логика нет логика как бы внешние отношения содержать да можно смотреть логику тоже как структуру нет как отношение то есть когда мы берем два и два предмета и изменяем расстояние не говоря вообще содержание этих предметов точно также можем взять два суждения одно истинное ложное и просто сказать их структуру поставить некую структуру скажем даже можем написать систему уравнений и это будет структура но может наполнить но что интересно что интересно ничего не зная как бы так сказать о мире зная только что в отношении логики то есть зная только что вот полагаем что вот это суждение ложное а это истинное тогда они связаны так то известно исследует то то с пространство так не получится откуда откуда мы возьмем близко они или далеко вот у нас есть одна пространственная вещь и вторая пространственная вещь как мы их соотнесем откуда мы возьмем это расстояние между ними мы его не знаем еще пока форму не применили понимаете вот применили форекс Опять же путаница. Формы непростые. Вот еще раз. Формы простые или непростые? Нет. Все-таки здесь вопрос о форме. Пространство это не форма. Время это не форма. То есть это не та форма, которую мы говорим о форме. Ну я не имею в виду ту форму. Я имею в виду, что есть мир до... То есть как бы я не знаю, есть ли мир до пространства. Но я вполне могу из мира пространство вычесть. Я могу это сделать. Я могу все вещи свалить в точку. Могу как бы все время схлопнуть в точку. Я могу, скажем, время мыслить как пространство. Почему? Развлеченности никакой и в сознании не будет никакого. В сознании будет пустой. Вот этой развлеченности не будет. Вот я сейчас схлопну. А потом у меня осталась вот эта форма пространственности. Потом я пытаюсь... Нет. Если просто форма пространственности здесь, это значит, что есть развлеченность. Без развлеченности пространства нет. Вот было у меня реальное восприятие, вещи в пространстве, потом я говорю, я хочу вычесть из этого пространственную форму, и у меня остаются только вещи, на самом деле смысла просто, я мыслю всегда, как бы у меня, даже мыслю я, как бы там никакого времени толком нет, они могут вполне сосуществовать, стол, стул, они все как мысли точечные, они все единомоментные, одновременные друг с другом, вот пространство смыслов нет, мысли не может быть одновременно, мысли как реальное действие нет, но смыслы они одновременно, но не важно, давайте говорить только про пространство, если вам так сложно, давайте говорить про пространство, Вычли из мира пространство. И просто имеем как бы груду вещей, груду предметов, как их, как бы, там, не знаю... Как смысл, понятий, да. Во всем, во всей их определенности, кроме как бы пространственных, и кроме их пространственных отношений. Замечательно. Теперь берем и возвращаем пространство обратно. Вот возвращаем. И что мы получаем? Мы можем вернуть им как бы пространственность, как вот, как бы, как такую вещественность, как, так сказать, протяженность в антологическом смысле декартовском. Но мы никак не сможем вернуть вот эту структуру мира. Вот. Мы не сможем их расставить, потому что у нас не будет никакого критерия, как это сделать. Вот что я хочу сказать. Вот только вот это, да. Изымаем пространство, у нас остается... В этом мысленном эксперименте есть одновременно слабое звено, потому что у нас не будет двух столов в мысли. Но будет стул и стол Стул и стол будет И они стояли рядом друг с другом Но это будет не конкретный стул и стол Это будет понятие Понятие мы не вернем в пространство Если бы схлопнули пространство Ну не понятие Ну у них Хорошо У них мог остаться Все другие ощущения Можно сохранить Можно убрать только зрение Можно оставить от них звук Допустим звук голоса одного человека Звук голоса другого Ну нет в этом пространстве Давайте как мы просто скажем Компьютер набиваем все возможные характеристики Все характеристики Кроме местоположения Что он делает компьютером Если мы координаты не ввели Ну вот Откуда координаты возьмутся Все может взяться откуда-то Можно пространство снести Но координаты ты откуда возьмешь Понимаете Это как вот Посадитесь на программиста И сказать Создай мир А он скажет А где я что развлечу Ты мне скажи Сам фантазировать что же скажет он Как вещь То есть В мире Самом по себе Есть содержание Что-то Которое Что нам дает свет Так есть то Что дает нам расстояние Ну вот Я уже как бы ушел От того чтобы По вашей просьбе Ушел от того Чтобы говорить о мире Как он есть Я иду как бы От опыта повседневно Потом из него вычитаю Проснулся А потом добавляю обратно Вот это то же самое Чтобы схлопнули мир Потом его никогда не заставили Есть такая Древняя философия Понятие Это проблема места Ну как бы она звучит так Есть ли место у места Да Просто как бы Для того чтобы задать место Можно задать Как бы точку отчета Как мы знаем Как бы координаты разместить И так далее То есть само понятие место Оно такое специфическое Оно как бы требует Оно нечто такое Что само по себе Не существует Оно непонятно Как возникает Как же вот и здесь Нет На самом деле Как бы есть допустим Вот Хайдекер Да С его там этим пространством Вот И у него задан принцип По которому Такая Такая кантовская процедура Может быть Да То есть у него Вот это там Это несчастное Дозайн Вот Оно определяет место Там всего этого подручного Вот Но и только подручного Да Всякие новые вещи Не априорно же определяет Не априорно Да Но оно обнаруживается Все Но там априорность Он как раз и пишет Про изначальный смысл Там кантовского априори Что оно как бы не такое Что оно предшествует Оно как бы возникает Ну Это Феноменологическая тема Вот Они пытались там Как раз переосмыслить Но не важно Я к тому Что у него есть принцип Да Вот как бы Этот дозайн Вот Оно как-то Организ Так сказать В соотнесении с ним Организованными Вот И оно Оно как бы Является принципом Само себе Но все-таки У Канта-то не так Вот У него-то Эти формы Подразумеваются Как формы чистые Он и пишет Чистые формы Чистые априорные формы Пространство Время А вы не хотите Видеть в этом Проблемы Да нет Почему не Мы видим Избранного Мы видим Что ты подходишь К критике Канта Именно с этой стороны Потому что можно И проще А потом нет А мне кажется Именно это важно Потому что Мы постоянно Как бы Когда Мы должны Помнить Что наше мышление Вот Но оно не может Породить содержание Никакое Не может Вот в чем дело Как бы Как бы Логостом Как бы Слово Все из опыта И поэтому Философия Кончилась Как бы Итог Хмурый Продолжение следует